В этом году фестиваль пройдет с 1 по 4 ноября. Немножечко мы решили изменить программу в связи с тем, что хочется какие-то сделать более свежие шаги. Поэтому мы в 1 числа делаем мастер-классы по жанрам и делаем научно-практическую конференцию и роль современного циркового искусства в укреплении мира и дружбы между народами. В этой конференции примут участие практически все члены жюри и преподаватели Московского государственного училища циркового и эстрадного искусства имени Румянцева Карандаша, преподаватели колледжа Академии культуры и искусств имени Матусовского и наши почетные гости. Поэтому в рамках мастер-класса выступит советник президента Союза цирковых деятелей, который расскажет концептуальную позицию о развитии циркового искусства в мировом цирковом пространстве. Также выступит директор цирка Бурятии, которая появится у нас впервые в Луганске и она привезет несколько высококлассных номеров. Также она выступит и у нас в этом году среди членов жюри такие выдающиеся, на мой взгляд, представители, как директор цирка Таджикистана и директор цирка Казахстана, которые впервые приезжают к нам в гости. И они изъявили желание тоже выступить в рамках научно-практической конференции. А в практической части конференции выступит наш гость, представитель Колумбии, который покажет мастер-класс по работе с Диабола. Диабола – это такой цирковой предмет для жонглирования в форме катушки. Поэтому я думаю, что как для участников фестиваля, так и для его гостей этот мастер-класс будет реально интересным. В этом году для того, чтобы привлечь внимание наших луганчан, перед цирком будет так называемый раус. Раус – это представление, которое привлекает внимание зрителей. Это будет на ступеньках цирка вот это раусное представление. И также будет красная дорожка, по которой пройдут все наши почетные гости и члены жюри, для того, чтобы луганчане увидели, кто приехал к нам в Луганск. Значит, 2 числа в 14.00 будет наш раус, и в 15.00 это будет торжественное открытие нашего фестиваля. Причем я хочу сказать, что в этом году фестиваль совпал с 80-летием, на мой взгляд, выдающегося деятеля циркового искусства нашей Луганщины. Это Виктор Алексеевич Шульженко, заслуженного артиста Украины и руководителя народного цирка «Родник». Поэтому в ходе фестиваля будет и чествование юбиляра, и, соответственно, конкурсные просмотры. Итак, торжественное открытие фестиваля в 15.00 2 числа и конкурсный просмотр. А 3 числа также конкурсный просмотр и в 15.00 гала представления призеров нашего фестиваля. Также в этом году мы планируем экскурсии для гостей Луганщины по нашим памятным местам, по музеям, в том числе и музей молодой гвардии. В этом году в фестивале принимает участие, я с гордостью скажу, что об этом событии принимает участие номер, который в этом году уже на престижнейшем международном цирковом фестивале в Латине, в Италии он занял бронзовое третье место. Это дорогого стоит, и они приедут к нам для того, чтобы принять участие в фестивале. Я думаю, что несмотря на то, что происходит на политические события, все-таки рейтинг нашего фестиваля растет, и я так надеюсь, что мы реально как бы в следующем году и далее будем нашу географию расширять. Вот этот номер, о котором я вам говорил, что они стали призером фестиваля в Латине, они едут к нам, и этот номер такой, два человека в нем принимают участие, представительница Великобритании и представитель Украины. Ух ты! То есть Украина тоже будет представлена? Да, да. А в прошлом году была представлена, насколько я помню, да? Да, в прошлом году была Украина представлена. Да, и в этом году. Сколько стран всего, ну, в качестве участников и гостей? Какое количество? 14. 14. В прошлом году, по-моему, 9 было, если не помню, не изменяет, или 10, что-то такое. Коллеги, возможно, у вас какие-то вопросы есть к Дмитрию Тимофеевичу? Если есть, задавайте, пожалуйста. Потапа Олеся, Реа Новости. Ну, у меня такой вопрос. Вы перечислили некоторые страны, но хотелось бы, чтобы вы больше перечислили страны, которые будут принимать участие, и какое количество участников все-таки будет в этом году на фестивале? Хорошо. Значит, в этом году в фестивале принимают представители ЛНР, ДНР, Российской Федерации, это Крым, Бурятия, Белорусы, Таджикистан, Казахстан, Украина, Великобритания, Италия, Швейцария, Соединенные Штаты Америки, Латвия и Колумбия. О Объединенные Арабские Эмираты еще? Да.